Теперь давайте перейдем к созданию сета, перейдем в прибыль, будем использовать подкатегории Create Set, выбираем условные первые варианты, без разницы какие, Теперь у нас создался Set, давайте его переименуем, SubCatSet назовем его, вот, после этого мы можем кинуть его в формат Color и он раскрасился, как мы видим, добавим вот так же подписи, чтобы видите сколько продаж было в разрезе входит он в сот или не входит, и добавим еще поле по распределению продаж, в процентном соотношении Давайте Теперь мы добавляем QuickTableCalculation, Percent of Total, и он считает не совсем верно, однако мы сделаем, чтобы он считал в рамках каждой строчки, он может сделать и наут Вот, теперь мы видим, что у нас значение 82%, 18% и так далее Теперь последний пример, это изменение самого сета Это делается таким образом, заходим в даже борт, Actions, добавляем действие, нас интересует Change Set Values Мы берем его из прибыли, добавляем в Set под категории, причем мы можем выбрать здесь вариант навести или нажимать правую кнопку мыши и потом выбрать через меню И когда мы убираем наш выбор, что происходит, мы можем либо оставить те значения, которые были в сете, либо добавить все значения, которые есть, то есть все под категории, либо удалить наоборот все значения Давайте так и сделаем Вот так, дали название, теперь мы можем проверить, как все выглядит У нас пересчиталось Мы выбрали всего три категории, а теперь сбрасываем и у нас показываются все значения То есть, естественно, по всем под категориям останется 100% Давайте теперь выбираем несколько И мы видим, что соотношение изменилось Вот таким образом работает Использование Set Action Давайте здесь немножко улучшим визуализацию Уберем эти значения И вот теперь мы видим, что все отлично работает Теперь давайте пойдем дальше Давайте теперь сделаем график рассеивания Который также будет зависеть от Set Action Добавляем новый график Используем прибыль, продажа, под категорию Заходим в Show Me И используем график рассеивания Он не подходит, нам нужно немножко изменить Делаем вот так Вот, цвет уберем Пусть останутся просто круги И под категорию детализацию кидаем Вот, теперь они у нас все есть Теперь логика заключается в том, чтобы изменить Давайте именно размер изменим Вот Ну, у нас Давайте выберем какие-нибудь значения на графике Чтобы у нас были in и out Вот Поменяем местами их Вот И Теперь Добавим еще одно поле, которое будет позволять Добавлять подписи только к выбранным значениям Назовем его SubCategory SubCategory Label И пропишем Если SubCategory Set Тогда Мы Делаем подпись под категория Сейчас нужно по-русски написать Под категория И все Else В данном случае писать не обязательно Только End Вот таким образом И теперь мы добавляем подпись Обезвернемся на наш дешборд Добавим Вот этот график Если мы уберем, то появятся все подписи Как это видно Теперь если мы выберем еще раз что-то То мы видим, что у нас телефоны, шкафы, стулья и остальное Пересчитались и поменялись Вот таким образом работает Setection Давайте Перейдем к следующему примеру Только сначала Назовем Немножко по-другому Sales Sales Profit By SubCategory Вот И теперь Начнем Строить Чуть более сложные Варианты Для Следующего Нашего примера Понадобится карта Поэтому давайте сделаем По штатам Только Выберем Одну страну Это США Проматываем вниз Выберем United States Теперь Строим Штат Давайте Город Тоже Роль Сити Город Штат Город Сделаем Сейчас Он Присчитается И Покажет Вот У нас никаких проблем нет Все Отлично Показалось Давайте Раскрасим Его В зависимости От Прибыли Вот Как мы видим Это Все Тоже удалось Видно где самая большая прибыль Где она Самая маленькая Сейчас Закрою вот это поле Вот Самая большая у нас ближе К Нью-Йорку Пенсильвания Все остальное поменьше Давайте Назовем Map И Аналогичную Подобную Визуализацию Сделаем для 3Map То есть Давайте мы выберем Регион Город Штат Прибыль Продажи И Сделаем из них 3Map Вот Давайте Только Поменяем Местами Это Сделаем Цветом Прибыль А Продажи Сделаем Подразмер Вот Теперь Мы Видим Что И Как Назовем его 3Map То есть Хотелось бы при наведении Видеть как раз таки Вот этот 3Map Давайте его Добавим Только Сначала Штат Перенесем Повыше Здесь его удалим Прибыль нас тоже не очень интересует И Добавим Этот лист 3Map Однако При наведении у нас будет показываться Конкретный город И Конкретный его Результат Это Не то что Хотелось бы видеть Хотелось бы видеть Именно Результат По нескольким Вещам И результатам То есть В данном случае Если мы выбрали несколько вариантов То у нас показывается все равно Один город Хотя Казалось бы Хотелось бы Чтобы он показал Вот все несколько Те Которые мы выбрали Проблема Здесь заключается Именно в этом поле По фильтру Где он Фильтрует По всем полям Давайте Удалим его И он будет показывать Одну целую Визуализацию Для любого из городов То есть Очевидно Он Ничего не меняет Только давайте Зайдем в 3мэп И добавим Страну США Потому что я забыл ее убрать И у нас Чуть побольше Визуализация И попроще смотреть Вот Для этого нам нужен Сетэкшн Давайте Выберем несколько городов Сделаем из них Сет Назовем его Сетэкшн 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 Вот Теперь он у нас есть Добавим его Вот Сюда В качестве Фильтрации И у нас Сейчас он сразу Фильтруется Теперь осталось То есть Если мы В любом случае Что-то выберем Он будет показывать Одно и то же Поэтому нужно добавить Set Actions. Заходим в Worksheet, Actions, добавить действия, изменить Set Values. Будем это делать для CitySet. И если мы удаляем, то он должен по всем это делать. Все верно. Давайте его опять-таки назовем CitySet. Давайте мы выделим. И видим, здесь что-то изменилось. Теперь мы выберем что-то другое. И опять-таки все выглядит немножко по-другому. Таким образом можно настроить любую визуализацию. Также можно изменить размер. Здесь вот 300. 300 можно добавить побольше. По-моему максимальный размер 600, если я не ошибаюсь. Таким образом можно настроить встраивание одной визуализации в другую. И их изменения, и удобство использования. Вот, теперь давайте перейдем к чуть более сложному примеру. Теперь давайте попробуем сделать динамический Drill Down. Что я имею в виду? При выборе какой-то определенной категории у нас будет показываться Drill Down по подкатегориям, только для данной конкретной категории. Давайте я покажу, как это делается. Все делается довольно легко. Давайте добавим в категорию и продажи. Теперь сразу их отсортируем. Следующий этап. Нам нужно добавить какой-нибудь Set. В данном случае по категории. Мы создаем Set. Давайте выберем технику. Назовем его DD. Drill Down, как сокращение. Drill Down Категории. Set. Можно в Set добавить? Давайте просто категорию оставим. Вот, мы добавили его. Следующий этап. Это создать вычисляемое поле. И здесь все немножко попроще. Назовем его L2 SubCategory. Если... И приписываем следующую формулу. Если DD категория, то у нас должен появиться подкатегория. В противном случае пустое поле. И нужно обязательно добавить End. Вот. Таким образом мы сделали. Сейчас при выборе у нас выведется только одна категория. Вот техника. И при выборе, естественно, ничего не работает, поскольку Set Action не настроен. Давайте добавим этот Set Action. Actions. Это Action. Set Values. Да, у нас интересует из Shit 6. Тогда категория. И давайте удалять все, чтобы они не появлялись. Большое количество полей. Вот таким образом это работает. Теперь мы выбираем мебель. Или констовары. Или что-либо. И все будет нормально работать. Следующий этап. Давайте опустимся еще ниже. Вплоть до продуктов. Поэтому мы выбираем L2 SubCategory. Опять добавляем Set. Назовем его уже DDL2 SubCategory. Вне зависимости от того, что мы выберем. Он просто будет находиться сейчас. Главное наличие этого сета. Теперь создаем вычисляемое поле. И прописываем одинаково. Только отличие заключается в том, что нам нужна фильтрация как и под категории и по категории. И поэтому мы еще должны прописать додайк категории. Тогда у нас пусть вводится просто продукт. В противном случае у нас должна быть пустая строка. И обязательно End. Давайте назовем L3 Product. И опять-таки добавим на физиализацию. И обязательно надо не забыть настроить Action. Давайте вот это только приименуем. L2 SubCat. И добавим еще один Action. Его назовем L3 Product. В данном случае нас интересует DDL2 SubCategory. И опять-таки Remove добавляем, чтобы можно было все сразу очистить. Теперь мы выбираем технику. У нас появилось несколько вещей. Дальше выбираем фурнитуру. И мы видим распределение по каждому. Главное не забыть добавить еще сортировку. Тогда будет все работать намного удобней. И по продуктам еще добавок. По технике, наверное, не обязательно. Вот мы видим, что у нас там Canon Image. Он является самым большим. Вот таким образом мы настроили Set Action. Давайте назовем его DDMarchArt. И давайте перейдем к чуть более сложным визуализациям. Плюсом такого подхода является то, что его можно использовать для любой визуализации. Давайте я бы это продемонстрирую. То есть это намного интереснее и лучше будет смотреться, если это использовать для 3Map. Давайте мы так и сделаем. 3Map. Нам достаточно перейти в Show Me, поменять поле визуализации и поменять иерархию. То есть у нас сначала категория, потом подкатегория, а потом продукт. И аналогично вот так работает. И после этого... Естественно, здесь нужно настроить, чтобы все отображалось максимально удобно и эффективно. То есть, возможно, есть смысл ассортировать, выбрать какую-нибудь часть. Тем не менее, все довольно удобно. У нас в любом можно посмотреть, ассортировать, посмотреть и понять, что и как используется. Также можно прибыль использовать в качестве цвета вместо продаж. Вот то есть мы... Давайте мы вот так сделаем. Вот у нас мебель. Очевидно, у нее наименьшая прибыль. Перейдем. Столы, как и предполагалось, у нее отрицательные. И дальше можно смотреть, что и как. Где-то отрицательные, где-то нет. По каждому конкретному товару. Давайте перейдем к следующему варианту использования set-action. Теперь посмотрим, как set-action работают с датами. Давайте построим сначала динамику продаж помесячно. Добавим ее сюда. Также сразу добавим референсный интервал. При этом у нас будет вот такая линия. И не будет подкрашивания. И подпись будет в формате значений. Вот в таком виде. И сразу же добавим set из месяцев. Давайте подождем еще раз. Вот create set. Назовем его month set. Теперь перейдем. Давайте назовем его sales dynamics. И дальше перейдем к анализу сезонности прибыли. Делается вот таким образом. Сначала мы выбираем вот так. Используем месяц. Затем выбираем вот так. Добавляя день недели. Weekday. Затем мы используем прибыль. И в формате цвета тоже. Вот только будем использовать формат square. Вот мы видим, что сезоны все отличаются в зависимости от дня недели и месяца. Давайте назовем его profit seasonality. И теперь добавим дашборд. Добавляем вот таким образом. Здесь настраиваем entire view. Здесь тоже удалим, чтобы это не мешало. При использовании здесь в таком формате это не помогает. Поэтому нам нужно сначала добавить set action. Давайте так и сделаем. Change set values. Нас интересует только динамика. И month set. И добавить все выражения. Вот. Последний этап. Это добавить set filter. Как мы видим, уже изменили значение. И при выборе любых из них у нас показываются новые результаты для выбранного диапазона. Однако, можно сказать, что эту проблему можно было бы решить с помощью фильтрации. То есть нажав сюда использование sales dynamics как фильтр, мы получали те же самые результаты. Однако, прелестью set action и в формате сета является то, что он может показывать как значение в сете, так и вне его. Давайте так и сделаем. Показывать вне сета. И при выборе любого значения у нас будет показываться как то, так и после. Здесь можно настраивать более сложные варианты визуализации и сложные интерактивности. Однако, в таком формате уже можно принимать какие-то решения. Всем спасибо за внимание, что смотрели на то, как надо использовать set action. Всем привет, меня зовут Александр Голанцев, я занимаюсь табло в компании BI-Consult. Сегодня я вам расскажу про такой новый функционал табло, как set actions, которые появились довольно недавно с версии 18.3. Этот функционал позволяет настраивать сеты так, как удобно. То есть, динамически их изменять, добавлять в поля или делать что-то еще. Поскольку это action, то он позволяет настраивать все эти действия между визуализациями и также расширять их функционал. Сейчас я вам продемонстрирую несколько примеров. Мы пойдем от самых простых к наиболее сложным и интересным. Практически все set actions заточены под то, чтобы быть использованными в тэшбордах. То есть, нам нужно сначала сделать несколько визуализаций, а потом показать, как работают set actions. Давайте так и сделаем. Сначала добавим распределение продаж под категорией категории в формате барчарта. И раскрасим все через прибыль. И, естественно, сортируем. Следующий этап. Давайте назовем его ProfitMySupCategoria. Вот еще. Давайте добавим регион с продажами. После этого мы добавим еще одну визуализацию, где регионы, сумма продаж регионов измеряется не в абсолютных числах, а в процентах. Давайте добавим теперь SalesBayRegion. И теперь давайте сделаем дэшборд. Просто добавим обе визуализации вот сюда. Есть смысл сделать вот так. И добавим, чтобы все располагалось в формате, чтобы все занимало, все предоставленное пространство. Давайте так сделаем. Вот, тут куда-то чуть повыше. Вот, теперь мы сделали. Давайте мы сделаем автоматический размер, чтобы было удобнее пользоваться. Вот. Теперь перейдем к настройке SetEctions и созданию сета. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok